Здравствуйте! На канале Заречная информационная программа новости. В студии вас приветствую я, Светлана Теплухина, и в начале выпуска коротко о некоторых темах. Вынужденная мера. В связи с ростом числа пациентов с коронавирусной инфекцией принято решение о временном перепрофилировании перинатального центра. Мы были вынуждены принять решение закрыть работу перинатального центра как учреждение родовоспоможения и развернуть его как ковидный госпиталь. Цена небрежности. Неосторожное обращение с огнем привело к пожару, бороться с которым пришлось два дня. Возгорание началось с малой площади, но развитию поспособствовали ветер, засуха и ночное время. Всем выйти из тени. Дорожные инспекторы и их юные помощники призвали горожан использовать светоотражающие элементы на одежде. Хотим напомнить, что в темное время сутки есть светоотражающие элементы. Спасибо. И теперь об этих и других событиях подробнее. С 12 октября Зареченский перинатальный центр временно не принимает рожениц. Здание перепрофилировано для приема больных с коронавирусной инфекцией. Напомню, что летом в первую волну коронавируса здание перинатального центра уже планировалось использовать как госпиталь для лечения пациентов с ковид-19. Тогда стабилизировавшаяся обстановка позволила избежать перепрофилирования роддома. Сейчас ситуация складывается иначе. На сегодняшний день у нас, к сожалению, происходит значительный рост заболеваемости коронавирусной инфекцией. А в стационаре у нас на сегодняшний день на лечение на утро находилось 93 человека. При том, что официально у нас развернуто 80 коек. В связи с тем, что на сегодняшний день пока процесс роста продолжается, то есть пока конца, к сожалению, не видно, когда он закончится. То есть пик мы еще не прошли. Поэтому мы были вынуждены принять решение закрыть работу перинатального центра как учреждение родовоспоможения и развернуть его как ковидный госпиталь. Подробнее о том, как будет организована работа перепрофилированного перинатального центра и почему невозможно было задействовать для приема больных с коронавирусной инфекцией другие подразделения медсанчасти, расскажет начальник МСЧ-59 Андрей Капустин. Смотрите интервью сразу после основного информационного блока. Ну а сейчас подробнее об эпидемиологической ситуации в стране и области. Число заболевших COVID-19 с начала пандемии в России перевалило за 1,3 млн. Только за последние сутки выявлено более 13,5 тысяч инфицированных, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса. Скончались за все время свыше 22,5 тысяч человек с COVID-19. Выздоровели более 1,024,000. В Пензенской области в течение последней недели выявляют более 100 новых пациентов каждый день. За последние сутки зарегистрировано 133 инфицированных. Как уточняет Пензоинформ, суточный прирост приблизился к своему максимальному значению. Пока антирекорд составляет 138 новых случаев за 24 часа. Он был установлен 9 июня. За все время пандемии в регионе подтверждены 12 138 диагнозов COVID-19. Как уточняется на официальном портале регионального правительства, с 10 по 12 октября выявлен 371 случаи инфицирования коронавирусом. Большая часть из них в Пензе – 232. В Заречном за последние три дня подтверждены 10 диагнозов COVID-19 из числа ранее выявленных. Россия может выйти на плато по заболеваемости COVID-19 в течение следующих 10-20 дней, заявила РИА Новости заместитель директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная. Она отметила, что часть работающего населения перевели на дистанционный режим, а школьники отправились на дополнительные каникулы. По словам Пшеничной, эти меры должны замедлить темпы прироста новых случаев. Но результат будет заметным не сразу, так как COVID-19 – длительный инкубационный период. Должно пройти минимум полтора инкубационных периода, чтобы ожидать выхода на плато, уточнила она. Кроме того, Наталья Пшеничная считает возможной новую волну коронавируса в России до приобретения большей частью россиян антител к болезни. Генеральный директор Росатома Алексей Лихачев станет специальным гостем авторской программы «Познер» на Первом канале. На ключевые вопросы о современном состоянии атомной отрасли Владимир Познер сможет получить ответы от первого лица. Сообщается в календаре событий, посвященных 75-летию Атомпрома. Программа начнется сегодня в полночь. В минувшие выходные в Заречном тушили крупный пожар. Горел участок леса за гаражными кооперативами номер 6 и номер 9. Сообщение о возгорании поступило на центральный пункт пожарной связи в 20 часов 34 минуты 10 октября. На место происшествия выехали 10 единиц спецтехники и 37 человек личного состава. Пожарные боролись с огнем всю ночь и на следующий день, 11 октября. Площадь пожара составила 11 700 квадратных метров. На протяжении двух дней сотрудники специального управления Федеральной противопожарной службы номер 22 МЧС России и Управление гражданской защиты тушили пожар на территории, покрытой древесно-кустарниковой растительностью, за гаражными кооперативами номер 6 и номер 9. Возгорание началось с малой площади, но развитию поспособствовали ветер, засуха и ночное время. Так как эта территория является безводным районом, пожарным пришлось прокладывать магистральную линию от пожарного гидранта с улицы Ахунской на протяжении двух километров. В это время большую помощь оказал цех номер 14 градообразующего предприятия. Он производил подвоз воды на поливомоечных машинах. Дознаватель отдела Федерального государственного пожарного надзора пояснил, что причиной возгорания является неосторожное обращение с огнем неустановленного лица. Пожарные снова напоминают зареченцам, что на территории области продолжает действовать особый противопожарный режим. Сохранению высокой пожароопасности способствует теплая сухая осень. Обращаем внимание граждан и председатели гаражных кооперативов на соблюдение требований пожарной безопасности, так как за последнее время участились случаи возгорания на территории рядом с гаражными кооперативами. Предупреждаем жителей города, что на территории продолжает действовать особый противопожарный режим и на это время запрещается использовать открытый огонь, разводить костры, сжигать мусор и сухую растительность, проводить пожароопасные работы без соответствующего на то разрешения. На лиц, нарушивших требования пожарной безопасности, будет накладываться административная ответственность в виде штрафа на граждан на 2 до 4 тысяч рублей, на юридических лиц от 200 до 400 тысяч рублей. Сегодня свой юбилей отметила почетный гражданин города, народный учитель России Валентина Васильевна Донская. 19 лет она была директором 222-й школы. Под ее руководством коллектив этого образовательного учреждения неоднократно становился победителем и призером различных конкурсов и программ. Саму Валентину Васильевну в 2011 году международное общественное жюри наградила золотым значком гуманной педагогики, а в 2014 ей присвоили звание народного учителя Российской Федерации. В детстве она любила играть в школу. Сажала малышей за стол, что-то им объясняла, ставила оценки. И над вопросом, какую профессию выбрать, долго не мучилась. Сразу решила стать учителем истории. Более 40 лет Валентина Донская занималась педагогической деятельностью. И все эти годы она посвятила Заречному. Сначала учила детей, а потом помогала молодым педагогам находить подход к каждому ребенку, применять самые эффективные методики преподавания. Коллектив 222-й школы, которым руководила Валентина Васильевна, уделял особое внимание художественно-эстетическому воспитанию своих учеников. Этой традиции он придерживается и сегодня. Валентина Васильевна уже несколько лет находится на заслуженном отдыхе, но связь с коллегами не теряет. Ее трудно застать дома. Вот и свой юбилейный день рождения она решила отметить не за праздничным столом, а у святых источников, вместе с самыми близкими подругами, у которых всегда найдутся для нее теплые слова и пожелания. Валентина Васильевна – это очень красивая, прежде всего, женщина, красивой душой. Это человек, который настолько предан своим друзьям, который был предан, прежде всего, детям нашего города, своей школе. Она настолько обязательна, настолько добра, хотя внешне вроде она строгая, но на самом деле у нее очень доброе-доброе сердце. Она состоялась как человек, как женщина, как мать. У нее прекрасная семья, прекрасный муж, сын. Я прежде всего хочу пожелать ей счастья, здоровья в это сложное время и вот ту любовь, которую она дала людям, как учитель, как народный учитель Российской Федерации. Она единственная в Синьевской области. Народный учитель. Я преклоняюсь перед ней. Я просто ее очень люблю и желаю здоровья, любви, теплой семейной радости, благополучия во всех жизненных ситуациях. Многое доброе, светлое лето. Активисты городского детского движения ЮНЗАРа пришли на помощь сотрудникам ГИБДД. Вместе с дорожными инспекторами школьники еще раз разъяснили зареченцам, почему необходимо иметь на своей одежде светоотражающие элементы. В рейд по профилактике дорожно-транспортных происшествий отправилась и наша съемочная группа. Здравствуйте. Мы активисты городского детского движения ЮНЗАРа. Проводим акцию «Засветись». В ночное время будьте аккуратны на дорогах и носите светоотражающие элементы или, как их еще называют, фликеры. «Засветись». С таким призывом к зареченцам, участникам дорожного движения, обратились дорожные инспекторы и школьники. Активисты городского детского движения ЮНЗАРа совместно с сотрудниками зареченского отделения ГИБДД рассказали горожанам о необходимости ношения на одежде светоотражающих элементов. С разъяснениями обращались как к пешеходам, так и к водителям. Хотим напомнить, что в темное время сотрудникам есть светоотражающие элементы. Акция «Засветись» стала уже традиционной. Она направлена на профилактику дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов. Сотрудники ГИБДД вместе со своими помощниками из городской детской думы объясняют зареченцам, почему так важно носить светоотражающие элементы, или как их еще называют фликеры, в темное время суток. Если ребенок, либо взрослый человек находится без светоотражающего элемента, его водитель видит на расстоянии где-то 15 метров. Когда используют светоотражающий элемент, то расстояние увеличивается порядка до 150 метров. Чтобы горожане помнили, как и где правильно размещать светоотражающие элементы на одежде, участники акции раздали им специальные памятки и подарили фликеры. «Засветись!» Подробнее о перепрофилировании перинатального центра для приема больных с коронавирусной инфекцией расскажет начальник медико-санитарной части 59 Андрей Капустин. Смотрите интервью сразу после рекламы. Прорывные достижения Института технической физики и автоматизации. Прибор для обнаружения вирусов в воздухе создали ученые МИФИ. Первый блок вентиляторных градирин возведен на Ростовской АЭС. Смотрите в среду в 20.00. Спортивная скакалка Роупскиппинг теперь и в Заречном. 18 различных дисциплин, тысячи разных трюков. Молодежная общественная организация «Спорт и фитнес» совместно с Федерацией Роупскиппинга объявляют набор на занятия абсолютно бесплатно. Прокачай координацию и приведи мышцы в тонус. Телефон 2508-71. Хладнокровно режем цены на все кожаные изделия. Скидки до 50%. Только с 8 по 18 октября. ЛАЛЭ Антилоп. В медицинском центре «Губернский доктор» ведут прием врачи-терапевты. Старова Татьяна Александровна. Бедай Марина Юрьевна. Первичные специалисты проводят осмотр пациентов и раннюю диагностику. Консультируют и назначают лечение, лабораторные анализы и аппаратные обследования. А также осуществляют выдачу справок студентам в направлении на получение санитарно-курортных карт. «Губернский доктор» с заботой о вашем здоровье. Телефон для записи 60-88-99. Квартира комфорт-класса от надежного застройщика. Цена за квадратный метр от 38 тысяч рублей. Звони. Подробности по телефону 231-00. Субтитры делал DimaTorzok На лечении на утро находилось 93 человека. При том, что официально у нас развернуто 80 коек. В связи с тем, что на сегодняшний день пока процесс роста продолжается. То есть пока конца, к сожалению, не видно, когда он закончится. То есть пик мы еще не прошли. Поэтому мы были вынуждены принять решение. Закрыть работу перинатального центра как учреждение родовоспоможения. И развернуть его как ковидный госпиталь. Дополнительно пока на 60 коек разворачиваем. То есть у нас 80 коек в инфекционном отделении и 60 коек в перинатальном центре. Работать будем тем же штатом, который работал в перинатальном центре. То есть и плюс, естественно, на помощь придут врачи-инфекционисты из инфекционного отделения. И те врачи-специалисты инфекционного профиля, но которые уже имеют опыт работы с коронавирусной инфекцией. Кроме того, есть желающие работать из других подразделений. Поэтому в плане персонала мы как бы тут, ну, я думаю, что проблем особых не должно возникнуть. Материально-техническая часть у себя присутствует. Кислород есть, аппараты ВЛ есть. Но мы планируем пока на сегодняшний день работать по логике как бы долечивания. Дело в том, что развернуть второе реанимацию это очень дорого и это, в общем-то, не нужно на сегодняшний день. Потому что реанимационных больных не так много. Вот на сегодня три человека находятся в реанимационном блоке. Из них один пациент на инвазивной вентиляции легких, один на неинвазивной и один просто под наблюдением на кислороде. Поэтому такой пока потребности нет. Но в любом случае реанимационные койки, если будем дополнительно разворачивать, будем разворачивать их на базе инфекционного отделения. Поэтому первичное, поскольку сейчас у пациентов с легкой степенью тяжести и с легкой степенью пневмонии мы не госпитализируем. Госпитализируем только в состоянии средней и тяжелой степени тяжести. Поэтому первично все пациенты будут поступать в инфекционное отделение. А после того, как пик заболевания будет пройден, то есть какой-то кризисный период на долечении, дальше будем переводить уже в перинатальный центр. Поскольку пациенты нуждаются в очень длительном стационарном лечении. Как правило, первые две недели это идет острый период, и две недели это уже идет до лечения. Но тем не менее пациента мы не можем выписать в силу разных причин. В силу еще сохраняющейся тяжести, объема пневмонии, в силу того, что еще мозги могут быть положительные. Поэтому пока будем работать по такому алгоритму. Несмотря на то, что официально мы уже заявили 60 коек, пока мы задействуем только 25 коек. А дальше посмотрим, как будут развиваться события. Но, честно говоря, я так прогнозирую, что все-таки, учитывая сам по себе, еще сезонный рост заболеваемый сейчас пойдет, уже РВИ и грипп у нас будет наслаиваться. И поэтому, скорее всего, мы эти 60 коек полностью комплектуем. И, возможно, придется даже, там, в принципе, есть физическая возможность развернуть до 100 коек. Поэтому ситуация достаточно серьезная. И я еще раз прошу жителей города, уважаемых женщин, все-таки отнестись к этому с пониманием. Потому что, опять же, цифры 4-7 родов в неделю, а госпитализация у нас на сегодняшний день 9-10. Это пока 9-10 в сутки. Зареченские роженицы будут направляться в учреждение родосоможения города Пензы. Это областной перинатальный центр преимущественного. Договоренность с Минздравом Пенинской области у нас по этому поводу есть. Количество родов у нас небольшое. В среднем у нас от 4 до 7 родов в неделю происходит. Именно наших, зареченских. Я не говорю сейчас про Пензу. Как уже и в первую волну мы не принимали роженицы с Пензой. Так и сейчас, на сегодняшний день тоже мы, в любом случае, роженицы с Пензой не будем принимать. Наших родов, как я уже сказал, 4 до 7. Соответственно, одни роды в среднем в сутки. Есть сутки, когда родов нет вообще. То есть для областного перинатального центра это, мягко говоря, не нагрузка. Кроме того, все-таки мы перенаправляем не, я так может быть выражусь, не в захудало какое-то, да, там старое приспособленное, родильный дом, старое приспособленное, а современное, хорошо оснащенное, в том числе и кадровое, областное перинатальный центр, который находится от нас, в общем-то, в непосредственной близости, не за 100 километров. Поэтому, я думаю, здесь проблем никаких у нас не будет. Также в коридорах наши роженицы лежать не будут, пусть не переживают. Так что здесь у нас связь налажена, все будет нормально. Что касается отделения гинекологии, оно будет переведено в хирургический корпус. Здесь будет находиться на базе хирургического отделения. Поэтому лечение пациентов гинекологического профиля мы продолжим. Но я хотел бы сказать сразу уже в целом, с завтрашнего дня мы останавливаем плановую госпитализацию, полностью переводим стационар в режим карантинных мероприятий. До пятницы долечим пациентов, которые у нас были госпитализированы, и работаем только на экстренную помощь. Были предложения на сторон жителей города перепрофилировать психиатрию наркологии. Но дело в том, что не одно, а там несколько условий есть в ковидной госпитализации. Должны быть обязательно боксированные палаты. Все-таки желательно, чтобы был санузел в палате. Там, правда, тоже не во всех палатах санузел, но в большинстве палат все-таки предусмотрен душ и туалетная комната. Поэтому плюс кислородом. Практически все 100% палат обеспечены подводкой кислорода. То есть одно из непременных тоже условий. На сегодняшний день у нас перинатальный центр, это, так скажем, план С. То есть план А был, это когда мы на пенсию направляли. План Б – это когда мы в инфекционный корпус к себе, то есть развернули инфекционный корпус на работу с коронавирусной инфекцией. План С – это перинатальный центр. Ну и план Д задействует один из корпусов стационара. Либо хирургический корпус полностью закрыт только на работу с коронавирусной инфекцией, либо терапевтический. То есть если дальше будет продолжаться, то придется принимать такое решение. То есть пациентов хирургического, травматологического профиля, видимо, придется перенаправлять в больнице Пензы, в шестую, в областную, которые работают на специализированной медицинской помощи. А нам будем работать здесь только с ковидом. Конечно, условия не совсем те, которые там нужны. Я имею в виду в плане боксирных палат, конечно, их здесь нет. Но здесь уже деваться будет просто некуда. Поэтому опять хотелось бы обратиться к жителям города, потому что очень много нареканий, на сегодняшний день претензий к нам, медикам, о том, что долго приходится ждать машину скорой помощи. Врачи либо долго идут, либо вообще не доходят до пациентов, которых вызывают на дом. Но вот мы принимаем все усилия для того, чтобы максимально все-таки оказать медицинскую помощь населению в данной ситуации. Но и вы нам помогите. Но соблюдайте меры предосторожности элементарные все-таки. Как бы соблюдать меры предосторожности в магазине. Потому что на сегодняшний день не во всех магазинах заходишь. Но вот буквально с прошлой среды, да, уже все-таки в масках стали люди появляться. А до этого же, несмотря на то, что уже шел значительный рост, ну, ведь все как будто все хорошо. Ничего не происходит. Поэтому, да, нужно относиться, я думаю, взаимно, с уважением. Естественно, и медики с уважением должны относиться к пациентам. Но и пациенты должны требовать от нас, да, но и сами определенные какие-то обязательства нести. Редактор субтитров А.Семкин